Решение, принятое в Великобритании, прокомментировал Владимир Путин. Эти заявления он сделал в Ташкенте, где проходила встреча лидеров стран ШОС. Российский президент остановился на причинах, которые, по его мнению, сподвигли жители королевства проголосовать за выход из ЕС, на последствиях и словах Дэвида Кэмерона, сказанных им еще до референдума относительно позиций России. Мы никогда не вмешивались, никогда не высказывались по этому поводу. Вели себя, на мой взгляд, очень корректно и, конечно, внимательно следили за тем, что происходит, но никак не влияли на этот процесс и даже не пытались этого делать. Поэтому заявления премьера-министра Великобритании господина Кэмерона до этого плебисцита, до референдума, в который он озвучил позицию России, не имеют под собой никаких оснований и не имели под собой никаких оснований. Я считаю, что это не что иное, как некорректная попытка повлиять на общественное мнение в собственной стране. Как мы видим, даже это не имело нужного для тех, кто это делает, результата. Ну а тем более, после голосования заявлять о какой-то позиции России, на мой взгляд, никто не имеет права. Это не что иное, как проявление низкого уровня политической культуры. Теперь по существу и для Великобритании, и для Европы в целом, и для нас, это, конечно, будет иметь последствия. Сама организация этого референдума и последующие, имеющиеся уже сегодня результаты, не что иное, как самоуверенность и поверхностное отношение к решению судьбоносных вопросов для своей собственной страны, да и для Европы в целом, со стороны руководства Великобритании, то последствия уже будут иметь такой глобальный характер, повторяю. Они неизбежны. Они будут и со знаком плюс, а со знаком минус. На рынке, конечно, просядут, они уже просели. Но в среднесрочной перспективе всё восстановится, безусловно. Чего там будет больше, плюсов или минусов, покажет жизнь, покажет практика. Для людей, рядовых граждан, рядовых подданных Великобритании, мне кажется, что понятно, почему это произошло. Во-первых, никто не хочет кормить и субсидировать более слабые экономики, содержать другие государства, целые народы. Это очевидный факт. Видимо, люди недовольны также решением вопросов в сфере безопасности, что на сегодняшний день резко обострилось на фоне мощных миграционных процессов. Мы внимательно будем за этим следить, анализировать. Будем стремиться к тому, чтобы минимизировать какие-то негативные явления от этого решения для нашей экономики, потому что мы видим, если сейчас это ударило по рынкам, по валютам, то неизбежно отразится, уже отражается на переживых индексах, а значит и на ценах на традиционные наши товары. Но я уверен, что всё это скорректируется в самое ближайшее время. Никакой глобальной катастрофы мы в этой связи не ожидаем.